Это программа PS Inform и я рада представить нашего следующего гостя, председателя женсовета округа Варавина Фактория, члена президиума областного совета ветеранов, участника международного женского форума, женщину года 2010 Светлану Романову. Светлана Юрьевна, здравствуйте. Здравствуйте, Катенька. Я хочу также пожелать доброго вечера всем нашим землякам, арахангелам, городцам. Светлана Юрьевна, а вам понравился этот ролик? И почему, если понравился? Понравился, потому что я с удовольствием посмотрела совершенно в другом ракурсе вот этих наших знаменитых, замечательных артистов. И я восхищаюсь их игрой. Вы знаете, что после чеховских, тургеневских героев они сыграли обычных соседей, дядю Васю, дядю Петю, а может даже самих себя, какие они есть в жизни. Мы же не знаем, какие они есть в жизни. Это очень здорово, когда люди могут быть естественными. Улыбнуться сами себе. Светлана Юрьевна, вы ведь помогаете пожилым людям, детям-сиротам, и детям, оказавшимся в трудных ситуациях, детям, которые болеют. И я знаю, что вы все это очень чутко переживаете, что вы очень-очень сочувствующий человек. Вот как так получается, что помогая людям, переживая каждый день чужую боль, вы становитесь счастливее, отдавая свою любовь, получаете много-много взамен. Вы знаете, чего? Помогая, я же не прихожу, например, вот сегодня мы были в детской областной больнице, сегодня день онкобольного ребенка, всероссийский вот такой день. И мы посетили детскую областную больницу. Я прихожу к этим детям, я же не сажусь с ними и не начинаю плакать, не начинаю сочувствовать, какие вы бедные, несчастные. А я, прежде чем идти к ним, я думаю, чем я могу помочь этим детям, как я могу их поддержать. А что радует детей? Это праздник, это подарки. Поэтому я несу радость этим детям, пусть даже тяжело больным, и несу надежду на выздоровление. Я надеюсь в это, что после наших праздников они пойдут на поправку, это им поможет. Ну а как вам-то, получается, удается получать эту радость? Тяжело, тяжело. Я не скрываю, это очень тяжело, потому что каждую человеческую судьбу, ребенок это или пожилой человек, кто бы ни был, я пропускаю через свое сердце, через свою душу, но видно, что-то свыше мне это дает, вот какие-то силы. Вы знаете, вечером очень тяжело, особенно вечером. Я прихожу, такое чувство, что я душу все раздала, вот по маленьким-маленьким кусочкам раздала всем людям, которых я встретила в течение дня. И кому-то помогла, кого-то обняла, кого-то поцеловала, с кем-то просто пообщалась. Я раздала ее все. Но утром я встаю все время с такой мыслью, что я не иду на работу, а я встаю и иду с таким чувством, что я иду спасать мир. Я иду делать мир добрее. И это делает вас счастливее. Да, и это делает меня счастливее. Вот вы говорите о накопившихся эмоциях, как удается с ними расстаться, как вот вы складываете свою жизнь, чтобы эти эмоции уходили и пополнялись новой энергией, которую вы дарите людям. А это очень просто. Вы понимаете, ты выходишь к детям, пусть их три человечка, пусть их там бывает по 60, по 80, бывает даже полный зал. Вот мы такие праздники организуем, где 500 детей одновременно. Я выхожу, и я им дарю прежде всего одну улыбку, но взамен-то я получаю 500 улыбок, понимаете? Соответственно, вот это меня и наполняет. Но я знаю, что вы еще ведете активный образ жизни, все успеваете. Что вы успеваете и как, расскажите нам. Я успеваю все. Очень давно у меня стерлись абсолютно все грани. Вот если жить по принципу просто ходить на работу и выполнять свои должностные обязанности, например, с 9 и до 17.00. И еще учесть, что у тебя обеденный перерыв, и обязательно его использовать, как это так, он мне дан по законодательству. У меня вот стерлись эти грани. У меня вот личная работа, общественная. Я просто живу. Я просто наслаждаюсь жизнью. Я просто радуюсь. Я счастлива тем, что я могу дарить, творить и дарить благо другим людям. Светлана Юрьевна, сегодня частичку своего счастья, своего доброго сердца вы подарили нам, нашим телезрителям. Спасибо вам большое за это. Спасибо вам, что пригласили. И творческих успехов вашему каналу, и вам лично. Большое спасибо. В нашей студии была Светлана Романова. Светлана Романова. Светлана Романова. Редактор субтитров А.Семкин